Утечки памяти возникают тогда, когда программист забывает освободить память. Бывают и противоположные ситуации, когда освобождение памяти есть, но оно некорректно. Давайте посмотрим это на пример. В первом примере мы видим пример некорректного освобождения памяти. Указатель M1 указывает на память, которая была выделена оператором new с квадратными скобками, а удаляется при помощи оператора delete без квадратных скобок. Данный код ведет к неопределенному поведению и может вызвать произвольное поведение программы. Во втором примере мы видим совмещение работы с памятью в стиле C и стиле C++. Мы выделили некоторый int в динамической памяти при помощи оператора new. После этого пытаемся освободить его при помощи функции free. Опять же, данный код ведет к неопределенному поведению, что в стандарте не написано, что произойдет в данном случае. Вообще, это пример того, как не стоит делать, не стоит смешивать в одном файле, например, управление памятью в стиле C и стиле C++. Это позволяет легко запутаться. В третьем примере мы видим пример двойного удаления. Какую-то память выделили, например, при помощи функции malloc, а дальше ее удалили дважды. Например, в какой-то момент у нас оказалось два указателя, которые указывают на данный массив, и произошло сначала удаление по одному указателю, потом удаление по другому указателю. В тот момент, когда память будет удаляться во второй раз, произойдет ошибка просто потому, что данная память отмечена в куче, как уже удаленная, и по второму раз удалиться не сможет. В четвертом примере показывается, как правильно поступать в данном случае. Если после освобождения памяти обнулять указатель, то проблему двойного удаления можно решить. Дело в том, что стандарт обязывает функцию free правильно работать, если ей передали нулевой указатель. То есть, если туда передали нулевой указатель, то free просто завершает свою работу, ничего не делая. Аналогично и про оператор delete. То есть, если delete передать нулевой указатель, то программа не упадет, а отработает нормально. Спасибо за просмотр!